Еврейская больница – самое загруженное медучреждение в Одессе. Ежедневно сюда поступают сотни тяжелобольных пациентов. А условия содержания людей всегда оставляли желать лучшего. И вот спустя 70 лет впервые проходит капитальный ремонт. Реанимационные отделения оснастили современным оборудованием, в том числе и видеонаблюдением за пациентами. Заменили все коммуникации и установили противопожарную систему. Современные технологии как по оснащению отделения, так и по облицовочному материалу. И самая главная система жизнеобеспечения отделения, которая заключается в создании новых систем противопожарной безопасности, вентиляции воздуха, подогрева этого воздуха, охлаждения воздуха, достигнута в этом отделении. Сегодня, надо сказать, это отделение, оно не то что конкурентоспособно, сегодня равных этому отделению нет даже в частных клиниках нашего города. Вот как выглядит новая палата реанимационного отделения Еврейской больницы. Это отделение рассчитано на 15 пациентов. В каждой палате есть система видеонаблюдения, кондиционеры и новые функциональные кровати. Одна такая кровать стоит примерно 300 тысяч гривен. С помощью этой кровати можно полностью менять положение пациента и изменять угол наклона. На реанимационное отделение потратили более 60 миллионов бюджетных гривен. Полностью отремонтировать Еврейскую больницу планируется 5 лет. Мэрия объявила несколько тендеров на внушительные суммы. 137 миллионов на ремонт центрального корпуса, 35 миллионов на восстановление фасада и более 60 миллионов на хирургию. Планируем до конца года приемное отделение благоустройства и дальше приводить в порядок. До этого сделан ремонт кровли. Вы видели, какой была кровля здесь. И сегодня мы говорим, что мы уже сделали. Начали мы это в 2016 году. Зашли и эти работы были невидимы. Сегодня мы можем с вами вместе увидеть, что же мы сделали. До этого проводилась большая работа. Заменены практически все подачи от тепла, то есть теплотрассы заменены. Запустить пациента в новые палаты планируют через неделю, когда помещения пройдут санитарную обработку. В настоящий момент в нашем отделении находится 15 человек. И это оборудование задействовано на той территории, на которой мы временно находились. Поэтому пройдет неделя и через неделю, тогда, когда нам разрешат уже помещать сюда наших пациентов по санитарно-гигиеническим нормам, оборудование будет у каждой кровати. Здесь будет центральная система наблюдения за пациентом. У нас есть такая возможность. Это значительно повышает качество оказания реанимационной помощи. В хирургическом корпусе планируют еще пять отделений. Экстренной медицинской помощи, отделения нейрохирургии, гинекологии, травматологии и общей хирургии. Все будет интегрировано в единый операционный блок. Чиновники уверяют, лечение в новой больнице будет бесплатным для всех пациентов. Светлана Довжук, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.